Привет, дорогие зрители! Это новый выпуск по Клэша Яли. Вот совсем недавно у нас было изменение баланса, вышла новая обнова, и всех интересует вопрос, чем же теперь играть? Теперь изменились мета-колоды. И, естественно, в грандах теперь те колоды, которые со спалбейтом раньше тащили, там с Хогом, возможно, теперь тащить не будут. Я не буду отрицать, что Хог как бы... Да, его пофиксили, он стал хуже, но, ребят, Хог все еще остался играбельной картой и все еще пользуется некой популярностью. В общем, Димас сделал 12 побед, и сегодня я вам покажу, какой же колодой новой. А колода, ребят, выглядит следующим образом. Это Гигант плюс Принц. На самом деле, подобная мета уже была когда-то, я не помню, в каком обновлении, по-моему, когда вышла Бандитка, либо вышел Гром, была подобная колода Гигант плюс Принц и плюс Пойзон. И дело в том, что эта дека очень долго, блин, тащила, и сейчас она вернулась. Здесь Стражи у нас теперь, их же вроде бы там бафнули, да, Стражи теперь у нас есть в деке. В общем, колода 3-3 эликсира. Можно брать мини-пеку вместо Принца, можно брать молнию вместо Пойзона, но это на ваше усмотрение. Будет несколько вариантов, конечно, этой колоды, но пока вот эта дека очень часто встречается в Гранде и потихонечку набирает популярность. У меня есть еще парочку вариантов колоды с Мега-Рыцарем, с Гигантом, но их я покажу чуть попозже. Поэтому, ребят, давайте наберем на этом ролике 5000 лайков. Вы подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, на какой вы арене, сколько у вас кубков, какую вы хотите колоду, какие у вас карты, какая прокачка. И после того, как 5000 лайков этот ролик собирает, я выпускаю новую часть, записываю новую колоду с аналитикой, с разбором, с онлайн-атаками, с повторами, с объяснениями. Дерзайте. Давайте откроем сундук. Демас, это, кстати, тот, кто, ну, если не в курсе, это тот игрок, который уже третий миллион нафармил золото за месяц. Мы вот недавно тратили миллион золота на его аккаунте, можете посмотреть видос. Так, я уже почти весь сундук открыл, но я не обращаю внимания на рарки комнатки, мне они так уже надоели. О, голем. Я лего, мне интересно, вытащу? Нет, лего я не вытащу. Ну, ого, сколько коргигов? А, мне показалось 800. Почти 600. В целом, сундук неплохой, за исключением того, что сборщик уже не тащит, да, поэтому то, что он выпал, такое себе. Ну, давайте посмотрим повторы, ребят. Давайте посмотрим повторы, как он с этой декой затащил. Значит, против арбалета. Давайте посмотрим последний повтор. И там у меня еще пару, несколько поединков, которые я хотел бы посмотреть вместе с вами, ну, и немножко порассуждать. В принципе, ребят, против арбалета, а гиганта считается контроль. Но, опять же, нужно правильно сыграть. Если где-то затупить, а я часто туплю, допускаю много ошибок, и каким-то образом арбалету проигрываю. Даже когда я играю с големом, а голем еще больше контрит арбалет. Поэтому я предлагаю посмотреть. Посмотрите этот повтор. Мы слили летучих мышей, прокрутили колоду, и смотрите, за королевской вышкой мы выбросили гиганта. Противник воспользуется этим моментом, и с противоположной стороны он поставил арбалет. Мы выбросили принца и лениного духа. Противник как-то, ну, не знаю, неграмотно, что ли, задефал принца. И принц, конечно, тычку сделал с разгона по арбалету. Но это, смотрите, не мешает арбалету. Арбалет постоянно на лоу хп наносит очень много урона. И это, конечно, иногда просто бесит. Смотрите, 900 здоровья осталось на левой башне. Вот. Но если бы противник ледяного духа выбросил, ну, чуть-чуть ближе к арбалету, возможно бы принц не нанес урон бы по арбалету, и мы вообще бы лишились вышки. Поэтому давайте смотреть, как будет дальше разворачиваться событие. И сейчас у нас идет громовержис плюс гигант. Смотрите, бревно не добивает громовержиса, и тут реально весь урон практически нанес гром. Гигант, конечно, тоже сделал две тычки, но, блин, основной урон прошел от грома. И мы сравняли, в принципе, шансы. И на левой вышке 900 хп у нас, и на правой у противника до этого момента. Ну, и я не знаю, как противник пропускает так принца. Легко нужно будет посмотреть рекорд его кубков. Может он, я не знаю, сидит там на 10 арене, плохо играет. Но дело в том, что принц это такая карта, которая, ну, блин, реально нужно в любом случае чем-то отвлекать, дефать это, ну, в принципе, логично. Я просто не посмотрел на эликсир еще соперника, но как-то он и к арбалету, и к вышке его так легко пропускает. Не знаю. Ладно, ставится гигант, за ним выбрасывается принц, накрывается все это дело ядом. Противник выбросил, ну, куча карт, там, ледяного колдуна, мегамильона, и с помощью торнадо это все задефал. Но принц-то остается живой. И знаете, в чем еще особенность принца, почему он лучше мини-пеки? Что он не умирает от молний, он не умирает от ракеты. А уж поверьте, ребята, много соперников играют с ракетой. Вот видим, да, противник сейчас запускает ракету, но, к сожалению, он не попадает по принцу. Вот, но он бы не уничтожил его. А мини-пека мрет от молнии, конечно, нет. Или, не, не умирает от молнии вроде бы мини-пека. А вот от ракеты точно умирает. Ну, и вот опять противнику не удается задефать. Пропускает принца. А принц, ну, наносит очень большой сингл урон. И доходит еще плюс ко всему гигант. Ну, левую башню мы, в общем, не забрали, но как-то, видим, да, изи запушили соперника. Ну, ему реально трудно дефать гиганта. И вот если посмотреть на его колоду, у него нет юнита, который бы много наносил сразу урона. Мощнее всего у него в колоде это мега-миньон. Ну, согласитесь, мега-миньоном дефать гиганта очень долго. Рекорд у него 5600. И, видим, у него в профиле, ребят, тоже колода, которую я вам сейчас показываю. То есть я вам, я вам гарантирую, что эта колода наберет популярности со временем. И вы будете ее встречать все чаще и чаще. Так, следующий повтор, который я бы хотел посмотреть, это против Голема. Это против Голема. И потом еще один повтор посмотрим, тоже не менее интересный. Так, Голем. Что касается колоды с Големом, ребят. Тоже, кстати, Голема как бы не ушли никуда. Они все остались так же популярны на арене. Но теперь Големы у нас будут без сборщика. То есть Голем плюс 3 мушкетера вы очень теперь редко встретите. Ну, я не знаю, возможно, первое время еще будут они подбираться. Но со временем они поймут, что эта колода совершенно не тащит. Потому что сборщик эликсира теперь просто какашкой стал. Вот, но Големы-тонарени остались. И теперь Големов комбинируют с очень дешевыми юнитами. Там, Стража, Мегаминьон, Ледяной Дух, Торнадо. Не знаю, Ледяной Колдун, Громовержец и прочее. Там вот пушка, как сейчас... Ну, пушка, конечно, не дешевая карта. Но в целом средняя цена эликсира в колоде получается там 4, 2, 3, 9 даже может быть. То есть все зависит, какой вариант колоды. Поэтому Голема я вам тоже покажу, ребят. Если вот сейчас я вам показываю, что Голема мы выиграли, это не означает, что Голем не тащит. Голем тоже будет тащить. Я вам покажу парочку интересных колод. И вообще, в целом, у меня много еще материала, ребят, с разными колодами и испытаниями, и Глобалом. Поэтому подписывайтесь. И мои онлайны таки будут, и повторы моих бустеров. Поэтому, чтобы не пропустить ни один новый выпуск, обязательно нажимайте на колокольчик. Итак, что мы видим? Гигант прошел к вышке. Мы накрыли дело ядом. И видим, да, что противник тоже использует Стражей. Эта карта тоже будет встречаться очень часто. И я вам советую ее пока прокачивать. Потому что, ну, она придет на замену банде Гоблинов. Банду Гоблинов пофиксили. Да и вообще всех Гоблинов, в частности, да. Армия скелетов не будет тащить, потому что Зап убивает полностью. А вот Стражи, Стражи и против Пойзона хорошо заходят, и против Запа. То есть, ну, реально, очень отлично. И смотрите, мы воспользовались моментом. Вот так как сейчас Големы без сборщика, можно очень изи, ну, реально, ну, не байтить, ну, реально резко делать какие-то атаки. Вот, к примеру, вам, да, поставил противник наш Голема справа. И у него, он потратил в этот момент 8 эликсира. Сборщика у него нету, поэтому то, что он насобирает сейчас 3, там, или... Ну, да, минимум ему надо 3 эликсира, чтобы задефать нашу атаку. Пока он их насобирает, мы можем просто пропушить вышку. И в этот момент Димас воспользовался возможностью. И слева выбросил Принцепля с Ледяного Духа и забрал Сайва Башню. Я долго это все рассказывал, да, но и пока я это все объяснял, справа нам уже стесли башню, поэтому мы сейчас будем готовиться в контратаку справа. Пошел у нас Гигант, пошел у нас Громовержи, сейчас накроется это все дело ядом. Подбрасывается сейчас бревно на Стражей. Видим, да, как Стражи хорошо справляются. И они сейчас заменят реально очень много карт наподобие, там, армии скелетов, банды гоблинов. Чем там еще дефались? И скелетиков за 1 эликсир, обычных гоблинов, гоблинов-копейщиков. Стражи будут реально почти в каждой колоде, вот увидите. Итак, сейчас напряженный момент, почти фуловый Голем, но уже не фуловый. Пока же я среагирую, уже Голема снесли, но все равно вышку он немного наковырял и осталось 1500 хп. Гиганта противник не пропускает. Что же делать? В принципе, у нас колода недорогая, 3-3 эликсира. Прокрутить цикл до нового Гиганта у нас, нам не проблема. Вот знаете, немножко не хватает мне Торнадо. Вот если бы сейчас Голема выбросили, да, так посередине, можно было бы с помощью Торнадо его перетянуть на другую башню. Можно, конечно, подумать и, к примеру, взять в эту деку Торнадо, но вместо чего я пока не знаю. И осталось 500 здоровья на правой башне у противника. Сейчас готовится, наверное, Пойзон. Забрасывается Пойзон. Противник с помощью Торнадо не дает нам дойти к вышке, плюс пушка очень много наносит урона. И после уничтожения пушка, также тоже будет популярной картой, после уничтожения становится зданием Дефа. Но я думаю, вы и так это все знаете. И вот последний заход от нас и от противника. Кто же сейчас несет вышку? Ну, конечно, шансов побольше у нас. У противника, как видим, до сих пор нету Торнадо. И пока он до него прокручивается, мы просто забираем его правую башню. И вот так вот получается у нас победа. Ну, а теперь давайте посмотрим последний повтор против колоды с Хогом. И убедимся в том, что Хогушка теперь со своими мета-колодами, там, всякими Палачами, Торнадо, Мегарыцарем, Пламенным, тащить больше не будет. Он еще, да, с ним еще играть можно. Но 12 побед в Грандах и в Турнирах, да и в Глобале в частности. Все зависит, конечно, от прокачки. Такой уже популярности не будет. Поэтому на смену старым колодам, на смену спеллбета приходят новые. И, кстати, мне это изменение баланса очень нравится. И я доволен, что теперь гигантом будут пользоваться, големом. Потому что я больше люблю, ну, даже не люблю, я, наверное, больше, получается у меня и умею я играть с пуш-колодами. Чтобы на двойном эликсире, либо вообще вот составить пуш-колоду, там, пуш-атаку. Поставить какого-то танка и в дополнении каких-то юнитов выбрасывать, нежели оттачить быстрыми колодами, там, и вот этими шахтерами, пеками, там, либо хогом. Ну, пека не быстрая, но я имею в виду вот эти колоды, которые были раньше Мегарыцарь плюс шахтер, хог плюс Мегарыцарь. Я вообще не понимал, как с ними играть, ну, не получалось, никогда у меня не выходило, да. А вот теперь вот я вот поиграл с этими колодами, вот теперь интересно. Ну, лично мне, не знаю, как вам, ребят, вот мне не получалось с хогом играть. А вот с гигантом можно попробовать, я думаю, что теперь на 12 побед, возможно, я как-нибудь гранты пройду. Поэтому мне это изменение баланса реально по душе. Ну, и, конечно, есть и свои минусы в этом изменении, в этом, да, в этом фиксе разных юнита. Вот мне лично не нравится, почему так, почему так с пылы порезали, и почему сборщик просто уничтожили. Я считаю, что, ну, сборщик, он не был дисбалансным. Если спеллбейт реально всем надоел, и то, что эту колоду полностью, блин, уничтожили, да, похоронили, то сборщик эликсира, блин, да нормальная карта была. Она бывало встречала в скалодах, бывало, нет, ну, с големом брали ее, с тремя мушкетерами, все, в принципе, там. Ну, не знаю, что-то я вот этим недоволен, конечно. Ну, можно, как бы, и быть довольным, и не быть довольным по обновлению, но факт остается фактом. Эти карты пофиксили, поэтому мы ищем теперь какие-то новые деки, новые популярные карты там, да. Рыцарь, кстати, насчет рыцаря я еще не уточнил, его же тоже, кстати, порезали, да. Но, по-моему, по-моему, рыцарь все как был, за три эликсира крутым танком, так и остался. Вроде как, я не знаю, честно, я не проводил еще аналитику, вот. Но я думаю, что спустя там пару дней уже будет все известно, так как я переиграю с разными деками, на разных аренах и в разных режимах, как и в глобале, так и в гранде. И я пойму, что не так. Пока я не вижу, чтобы прям рыцарь вообще был днищем каким-то. Нормальный мини-танк за три элика. Это три элика, они оправданы здесь, согласен. Но там же что-то ему, по-моему, скорость, либо хитпоинт, я не помню. Но что-то с рыцарем делали точно. Вот. Но спеллбейты теперь вы вряд ли увидите на аренах, это точно. Рыцарь еще будет встречаться и хок, а спеллбейт, мне кажется, нет. И так, ладно, давайте теперь перенесемся обратно к повтору, потому что я отвлекся, не смотрел за поединком. Такие, знаете, мысли вслух были. Что у нас происходит? В принципе, нам тоже тут нанесли немало урона. И вот сейчас хороший заход, гигант доходит к вышке, накрывается все дело ядом. И, блин, с громоверцем просто сносят башню. Ну, ой, нет, не садись, айпэк. Да, поединок был напряжный, но я за ним не наблюдал. Но я думаю, вы сами повтор смотрели и, я думаю, сами там для себя какие-то выводы сделаете. В общем, ребят, можете быть уверенными, что я вам не какую-то там фейк-колоду или вот мне приснилось она показывает, да, вот захотелось мне эту деку показать. Нет. Я вас уверяю, эта дека наберет популярность. И она будет встречаться. Возможно, сначала такой вариант, потом появится другой какой-то вариант. Ну, на первое время эта дека реально тащит сейчас. И выносит очень много колод. Но, есть, конечно, и обратная сторона в этой колоде. Ее выносит мегарыцарь с пламенным шахтером. Пламенный шахтер и мегарыцарь. Вот эта дека. И с шариком можно проиграть. То есть, вот тут, конечно, я не знаю, как справляться. Для этого здесь и есть громовержец. Но я вам еще покажу несколько вариантов, если вам эта колода не подойдет. Поэтому подписывайтесь. И если вам колода зашла, пишите в комментариях. Если вы хотите что-нибудь другое еще, опять же, пишите ваши просьбы в комментариях. На этом, ребятки, я буду с вами прощаться. Хочу вам сказать спасибо за просмотр. Ждите мои новые ролики. Желаю вам удачи. Хорошего вам всем настроения. До новых встреч. Ну и всем, ребятки, пока. Субтитры сделал DimaTorzok